Удивительная кармическая история. Рядом падает ледро, поднимает тучу земли. У нас были сумасшедшие страхи. Потом вспышка света, и он на руках в роддоме. Высшее я не успела распасться полностью. Потом началось ругаться, плеваться, драться, кричать, рычать. Плюс медикаменты, корректоры поведения. Меня трясло, его трясло, инструктора трясло. Душа оказалась в совсем неизвестных для себя условиях. Чуть штаны так не потерял. Просто невероятно. Вочек, привет. 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 Здравствуйте. Видео этого интервью получилось некачественным из-за медленного интернета. Но этот недостаток с лихвой компенсируется эмоциональным рассказом мамы и той удивительной историей, которая легла в основу этого сюжета. Расскажите нам, пожалуйста, о своем сыне, о Вовке. Расскажите, сколько ему лет. Как вы начали замечать какие-то странности, может быть, какую-то агрессию вашу? Вот те вещи, которые вас волновали. Родился замечательный здоровый ребенок. 4,5 килограмма. Огромное счастье просто. Просто чудо. И сначала ничего вообще не было, ничего заметно. Было все замечательно. Я не обращала внимания на то, что он поздновато сел, поздновато пошел. Но все было отлично. В 3 годика мы начали оформляться, готовиться в садик. И тут пошли сложности по здоровью сразу. Это был август месяц. Был первый астматический приступ. Это приступ вот этот вот с удушьем, с сумасшедшим пульсом за 150 и выше. Когда он на глазах, по нему какая-то волна пробегает, какая-то судорога. Ничего не понятно. Температура 44. И неизвестно, она растет дальше или не растет. Это происходит за 2 часа. Вот на глазах просто 2 часа это самое большее. Бывало быстрее. Ты бегом спасала нас этот врач. И дальше мы в садик ходили 1 день в месяц, 2 дня в месяц. Оформлялись в садик. Говорят, вальгусная деформация стул. Вначале он не мог провести по простыне, согнуть ножку. Вот так вот провести этой ножкой по простыне. Он приседает, а встать не может. У него коленка в коленку упирается. Ему надо еще опору. То есть он не может разогнуться. У нас были сумасшедшие страхи. До ужаса. До такой паники. До сумасшедшей. И поставили мы его в бассейне. Прихожу я через 40 минут. Стоит дикий ор на этот бассейн. Меня трясло. Его трясло. Инструктора трясло. Он перепугался. Вот. А ребенок, ребенка не затронулся. Все внезапные прикосновения, они вызывали просто дикий, ну дикий, прямо вспышку вот такой ужаса. Вот. На спину я не могла его положить в бассейне. Он в таком ужасе, он разворачивался так, как будто я его не на спинку положить под дичку, а как будто бы несколько ножей над ним. Сначала держал в себе, только плакал. Потом начал ругаться, плеваться, драться, кричать, рычать. Все на свете. В общем, реакции вот такие вот. Часто у деток с органическим поражением нервной системы отмечается повышенная чувствительность, страхи, тревожность. И им, правда, нелегко, и родителям очень сложно справляться с этим. Детки долгое время не адаптируются к детскому саду, к новой обстановке, к новым маршрутам. И, правда, испытывают большие трудности в приспособлении к окружающей среде. Ну, он в коллективе, ему тяжело. Даже информацию воспринимать тяжело. Он сидит в страхе и ужасе. И даже если он закрылся и молча сидит, у него внутри дурлит вот этот страх. Рисовал он в садике очень странные вещи, простым карандашом, много-много маленьких предшельцев, чудовищ каких-то маленьких, много-много. Мне было сложно ему объяснить, что такое маленький-большой из детей. Даже если ребенок совсем маленький, вот только ходит, только на ножках, и вдруг пошел на него, попытался побежать. Мой сын, которому 5 лет, 6 лет, вот все в этот возраст, сейчас нам уже 7. Он убегал от ужаса и кричал, за мной гонятся. Он убегал, вот как будто его преследуют, я не знаю, сумасшедшая опасность. Еще он мне долго не давал книжки читать. Он их как прям не воспринимал. Вот не давал и все, криком кричал, не давал. Но задержка по речи у нас была очень заметная. И даже как бы с пониманием вроде нормально. И то, что говорит, вроде понятно. Но все это очень просто. С предлогами вот такая каша. То есть по речи, да, куча вопросов была. Причем никогда нельзя было что-то строго там сказать. Чуть-чуть строже сказал, чуть-чуть где-то наехал. У него вообще вот так вот раз, ступор. Вот так и все. И сразу все силы на то, чтобы нейтрализовать и сгладить вот этот вот зажим. Каждая репетиция, это дома он придет, его вырвет на нервной почве. Потом он кушает и потом приходит в себя. До Вова нельзя прикоснуться. Вот мимо бежал мальчик, вот он чуть-чуть по касательной задел, он меня ударил. Вот кто-то там повернулся, а детям весело, ничего себе. Такая реакция сразу в ответ. И нравится это все, ну как бы нравится, весело, смешно. А мне не смешно, ему не смешно. В общем, он уже плевался в тренера. И в этот день, это было воскресенье, это была такая ярость. Я его к тебе позвала, он не идет, его от штырки. Я его потихонечку забрала, села, сижу напротив него. И я понимаю, что мой ребенок, мой ребенок стоит, смотрит на его глаза. И у меня вот здесь получается стиль самосохранения. Я понимаю, что если он сейчас мне может вцепиться зубами в лицо, что мне надо быстро отпрянуть. Потому что если еще не добро останется, то вообще на всю жизнь вот эта вот, ну как бы, ну, никому не нужная вещь. В традиционной медицине работа с агрессией длится годы. Это постоянное сопровождение и поддержка ребенка, родителей и всей семьи. Существует много различных способов отреагирования агрессии. Но ребенку с эмоциональной незрелостью очень сложно совладать с агрессией. Постепенно он научается контролировать свои эмоции, сдерживать, ну, это время, это годы работы. И плюс медикаменты, корректоры поведения. Здесь я сама была в ужасе, потому что я не понимала, что. Причем всю ночь меня еще трясло. На завтра я в полудине подумала. И я решила обратиться просто на консультацию. Я написала Наташе и попросила, можно ли опять консультацию заказать. И у меня был главный вопрос посмотреть, все ли у ребенка нормально со структурой. Вспомните, пожалуйста, ваши впечатления, когда вы смотрели видео, первое видео, которое вам прислали. Я приготовила слушать самое страшное, что я жуткая мать, ужасный человек, который там просто вот своим состоянием, неосознанностью и всем остальным, в общем, просто ребенка, ну, ну, то, что я понимала, что ребенок висит на матери, на родителях, наверное, даже на родителях больше, я тогда подумала так. И приготовилась выслушать про себя все, что угодно. Первые слова были, ух, как он их не хочет уже не видеть, не слышать, как они его, в общем, достали. А потом, когда Андрей начал раскручивать историю, а все оказалось совсем не так и очень неожиданно, но стало очень понятно, почему к ребенку нельзя притронуться, почему он испытывает этот ужас, почему он вот такой вот. Здесь была удивительная кармическая история. То, что мы увидели в подсознании, это вообще нельзя просто передать словами, может передать какая-то красочная картинка. Вот представьте, 18 век, военные бросаются в сражение, и в это время рядом падает ядро, поднимает тучу земли. И эта земля сыплется прямо в глаза одному из бойцов. Он закрывает глаза, съеживается, чтобы защититься от этого взрыва. Потом вспышка света, и он на руках в роддоме. Его принимает в роддоме женщина. Женщина в белом халате, хлопает по кофе, принимает, он плачет. А что было между этими событиями? А между этими событиями идёт огромный психический процесс. Тот психический процесс, который в данном случае не произошёл и повлиял на текущую инкарнацию, сократив её в разы. По сути, произошла спайка жизни. Прошлая жизнь и следующая жизнь слились в одну, на одни и те же психические структуры. Как-то раз мы расшаривали информацию по тому, как происходят инкарнационные процессы, как весь этап происходит зачистки одних историй с прошлого, переход в новую жизнь. И вот там есть моменты, когда душа начинает разделять все психические структуры. Часть уходит в архив, часть Высшее Я рассыпается на много маленьких искры, которые переходят в сознание других людей, в те, с кем человек взаимодействовал во время своей жизни. И в данной истории Высшее Я не успело распасться полностью, не успели прийти вот эти вот искры сознания ко всем людям, и поэтому душа захватила вместе с собой часть Высшего Я. И вот началась новая жизнь. В этой жизни должны были полностью быть свободными, сформированными новые психические структуры — эго, ум и Высшее Я. И вот представьте, Высшее Я — основной психический элемент, формирующий текущую реальность. В случае данного ребёнка он был полностью занят информацией с предыдущей жизни. И немножко появилось облегчение сразу, что попали, раз есть история кармическая, значит, можно что-то с этим сделать. Раз надёжные руки попали, скажем так. Вот. Я тогда ещё не знала, что мы попадём в группу, но душа сказала, что через три дня ещё даст ответ, и потом ещё, и как-то вот эта цепочка пухла. И, честно говоря, да, расслабилось, ну, как и расслабление не пришло сразу, но всё равно появилась надежда. Появилась надежда на то, что можно будет из этого всего как-то вырулить. Расскажите про первые результаты, которые вы заметили. Я храню это чудо. Это я слушала консультацию, я вышла, я в наушники слушала, ребёнок нарисовал. И если видно, там сердца. Во-первых, рисунок цветной. Во-вторых, вот эти сердечки, он мне прямо так и сказал, это тебе. И ты видела, я тебе нарисовал сердца. Конечно, я не сразу поняла, что это сердца, но я поняла, что, скажем, как это сказать, нет контакта. Причём вот Андрей увидел, что этого канала интереса, и действительно там не работает этот канал интереса. Вот, потом я что-то писала в этот же день. Идёт мимо Вовка и говорит, а что ты там пишешь? Я говорю, мне надо. А он говорит, а ты там напиши, что Вова любит маму, и Вова мамин друг. У меня вот тут вот всё бухнуло. Он разговаривал, ну понимаете, это был изнутри такой. И глаза такие, ну такие, вот он хохочет, как ребёнок. Глаза мудрые, вот прямо взрослые такие, зрелые глаза. Это не передать, это было вот в тот же день. И он у меня, я, у нас были эти мышцы вялые. Вот я видела, мы учились на велике несколько лет. Ему тяжело, он плачет, он ругается, он не хочет. Пытались, но всё-таки, это же координация, это мышечный корсет. Еле-еле научили, но таким трудом. И я всегда думала, ну вот бы ролики, ну как, если вот он у меня до меня, я такой цыплёночек побежал. И вот у меня после консультации начинают просить ролики. Я сейчас у меня даже уже смазалась немножко память, в этот же день или на завтра, по-моему, всё-таки на завтра. И он говорит, я хочу, мама, ролики. Я думаю, чудеса. Я сейчас вот, ну, так. Я говорю, а ты на них точно встанешь? Да. И ехать будешь? Да. Я говорю, ну там же колёсики, а как они неустойчивые? Буду. Мам, купи. В общем, смотри, я... Мы пошли, думаю, сейчас встанет в магазине, ноги разъедутся, и всё. Ноги реально разъезжаются. Ну вот немножко координации такое. Вот. У нас с координацией, кстати, были проблемы. Мы носочки лет в пять только нормально начали. Всё равно захвата вот этого не хватало, силы какой-то не хватало. Это при том, что купили его на нашей стенке, стоит, и папу уболтали поставить, и пытались подтягиваться, учимся до сих пор, не получается. Вот. Он встал, говорит, буллу. А там ещё девчонки в магазине говорят, а тут можно сзади два колёсика поставить. Думаю, ну надо брать. Выехали на улицу, там где ровная дорога, поставили его, ругается, плачет, ноги уезжают, но угребёт. Прошёл пару кругов вокруг лавочки, идёт мимо, я тоже так хитренько. Говорит. Мама, я очень рада, что ты меня любишь. Я думала, я обрыдаюсь, потому что моё набор было включено. А он этого не принимал, не знаю, но он как бы, он был, но он не было вот этого, то есть у него нет ответа в принятие. Вот вроде всё в норме, а вот этого нет. Я поняла, что он принял, что он, во всяком случае, даже мне ответил, что он принял. И вот на третий день там даже и скидывала, что на третий день он уже практически едет. Ещё как бы идёт немножко, наступает, но он практически едет. Это ребёнок, который там ещё приседать не мог, а здесь ещё, я не знаю, на велике там с трудом, а тут ролики. Катание на роликах требует хорошего развития моторной координации. А тут у ребёнка, который позже начал сидеть, позже ходить, да, то есть с явными нарушениями координации, вдруг через короткое время, да, мама отмечает буквально на третий день, да, уже научился неплохо кататься. Просто замечательно. Потом у нас резко изменились рисунки, резко. Тоже есть видео и в чате у Наташи, когда он брал блокнот, они все в серых чудищах, вот с простым карандашом. Он берёт блокнот, он начинает рисовать краны, паромы, подписывает буквами, потому что он уже на тот момент и писал, и читал, и как бы нормально. И оно всё цветное, яркое, и там целый блокнот, толстый, большой, в разных-разных механизмах. Детки с высоким уровнем агрессии часто используют тёмные чёрные тона, рисунок очень насыщенный, лист практически без белых пятен. Дети рисуют разных человечков, разные чудовища, взрывы, как и отмечала мама, да, так же было и на рисунках у Вовы. И тут через некоторое время после проработки мы видим такие чудесные изменения. Ребёнок использует светлые, яркие, цветные тона. И на рисунках совершенно мирные, добрые и доброжелательные существа. Комиссия по зрению была. Душа сказала 13 мая. Я когда звонила за талончик, я думаю, сейчас мне скажут 13 мая свободно. Точно! Думаю, надо идти, сейчас всё будет хорошо. Приходим, я разницы не поняла. Врач у меня спрашивает, он буквы знает? Я говорю, да он уже читает, знает, конечно. Ну давайте. Она начинает ему показывать буквы, он нифига не говорит. Единственное, что он буквы «ш» до конца сказал. Врач говорит, да, он не говорит буквы, которые не знает. И подписала карту. Написала 0,9 и сказала, что для его возраста это в норме. И даже рекомендации не дала. Я говорю, а как у неё быть на готове, если что? Вот. А она говорит, ну смотрите, если там Спарта будет жаловаться, что что-то не видит, и всё. А я хочу сказать, что по глазам тут была отдельная история. Я настолько испугалась за эти глаза. Это был конец самая января, начало февраля, где-то там комиссия. Я не знала, что делать. Я написала на стрим. Был стрим с детками, Андрей отвечал. И я спросила, что мой сын не прошёл комиссию. Наташа дала рекомендации, упражнения со структурой школы, и какие тренажёры. Я тут же нашла гимнастику по Норбекову, по Жукову. Я нашла кучу тренажёров в интернете. Единственное, что у нас в городе нет со стёклышками вот этих вещей. Но мы ещё придумали упражнения какие-то такие, на дальше ближе смотрю. Но весь ужас был в том, что почти два месяца упражнений три раза в день, без перерыва, без никаких мы пауз себе не давали. После упражнений там немножко релаксация, он расслабился. Я видела, что нет результатов. Ну и вот, смотрите, консультация, если я не ошибаюсь, 17 апреля, 13 мая. Мы подписываем карту по зрению. У нас всё в карте было подписано, кроме зрения. Что ещё появилось по интересу? Вдруг начал вырезать. Но я-то знаю, сколько в саду нас просили учить вырезать детей. Я его садила впереди себя, вот так, рука в руку, и мы вырезали. Сначала к нам я вырезала, потом к ним. Это долго. А сам посадишь, он нарубает этих вот полосочек, неопределённых кусочков, и всё. Вдруг мой ребёнок говорит, дай мне повырезать. У меня было этих книжек, я даю, и он вырезает эту машинку с этим, там, не помню, кто там, енотик, или я не помню, кто там. И по линиям вырезает. Он форму вырезал. Он взял её и вырезал, и приклеил. Там колеса отдельно, машинка отдельно. Это просто было чудо. Это вот как ниоткуда. Потом он начал, вдруг попросил пластилин. Там ещё не очень-то получается. Сейчас не всегда, но у него включилась фантазия колоссальная. Просто колоссальная. Он вдруг начал из обычного этого конструктора, самого обычного, строить домики. Вот я на свой взгляд думаю, как я там построю. Ну, построю повыше, построю пониже. У меня оба будут прямоугольники. Там и выносные баконы потом стали появляться, и башенки. Настолько, я не знаю, на штук сорок он из этого конструктора выдумал конструкции, пока у него интерес не пропал. То есть, ребёнок начал интересоваться. Если раньше я ему всегда подсовывала всё, то сейчас он может спросить, а вот это, а это мне хочу, а вот это я хочу попробовать, а кто там? Часто у деток с задержкой психоречивого развития, эмоциональной незрелостью отсутствует интерес к занятиям. Ребёнок фиксирует своё внимание настолько ненадолго. Он отвлекается, переключается на другой какой-то предмет или игру. А здесь мы видим расширение интереса. Да, мама отмечает, что ребёнок начал и рисовать, и у него появился интерес к роликам, и у него появился интерес к различным играм. Он интересует, спрашивает. Просто невероятно. Даже залез у нас, вот есть двухъярусный, таки верёвочный, как парк, что ли. Если в прошлом году мы по низу там едва прошли, в этом году он наверх залез. Правда, немножко там на одном отсеке испугался и всё-таки вернулся. Но всё равно он попросился на тарзанку. Ребёнок, который боялся всего, чего только можно, попросился на... Есть горки, обычные батуты с горками, есть у нас вот горы, стоит водный там с бассейном. Он говорит, я куда хочу. Я говорю, да ладно, я не помню этот бассейн, как мы ходили, ну сложно ходили. Вот. Хочу. Мы пошли. И он начал кататься, прыгал в этот бассейн, чуть штаны там не потерял. Такой ветер безлимитный, 20 минут превратилось в безлимитный. А по поводу тревожности, приступов сейчас как? Я бы сказала, полностью агрессия ушла. Если было после консультации такой момент, что отключали соперничество, попросили ни с кем не сравнивать. И тут так получилось, он катался на роликах, и мальчик ещё поменьше бы, да, мальчик. Но Вовка, он всегда такой, он сначала вот так вот, а потом начинает отвечать. А мальчик такой позади, позади листи. Давай на первый вон ты, давай. Они помчались, Вовка выиграл, тут я первый. Мой разозлился, а я далеко метров 20. И дедушка почему-то схватил Вовку, а не своего внука. В общем, я так добежала. В общем, я его беру, но дедушка очень адекватный, спокойный. Просто как-то вот Вова воспринял как личную обиду. Я наклоняюсь его успокоить. И это вот второй раз в моей жизни, когда я вижу, что мне надо быть готовой отпрянуть. Мне надо быть готовой. Потому что я говорю, сынок, вы меня, в общем, он мальчик такой, и он это не просто говорит, он вот, его аж брызжет. Он кипит так, но я не могу объяснить. Я говорю, вот этот ребенок такой, который просто ласковый даже, вон вот это трясет. Я пытаюсь что-то сказать, и он мне как плюнет в лицо. Ну, честно, я не ожидала, но в чем-то было облегчение, потому что это все-таки не зубы. Я готовилась к другому, была готова внутри. Так как все это было в момент сражения, было записано очень много агрессии, очень много зла. И вот эту агрессию психика пыталась вытолкнуть наружу. И таким образом в жизни проявлялось агрессивное поведение ребенка, когда он за самую малую мелочь, за малость мог накричать, плюнуть, ударить, шел легко на конфликты, шел легко в драки. И это поведение казалось невменяемым. Но оно полностью объяснимо с точки зрения процессов, которые происходили в подсознании. Подсознание требовало места для того, чтобы жить текущую жизнь. А эта текущая жизнь была занята жизнью предыдущей. Отжима не произошло информационного. И когда мы начинали смотреть будущее ребенка, здесь оно писалось совсем нерадостным. Так как душа оказалась в совсем неизвестных для себя условиях, то есть с вот этим слипшимся, высшим «я», душа взяла в себя ограниченный сценарий на промежуток жизни примерно до 14-15 лет. И там шла история такая, что у ребенка должно было идти в состоянии все ухудшаться, ухудшаться, истощаться нервная система. Его начали бы водить к психотерапевтам на разные процедуры какие-то. И со временем его состояние только бы ухудшилось, и жизнь обрывалась бы примерно в раннем возрасте. Потому что именно из-за вот этой спайки, которая произошла, душа хотела бы побыстрее пройти правильно этот весь инкарнационный процесс, чтобы полностью очиститься и отделить вот эти остатки высшего «я», которые не разлетелись ранее. Внешне наша работа выглядела фантазийно. Мы просто выстроили правильно структуры психики у ребенка. Программу «Ума» перезагрузили, расширили диск, программу «Эго» изменили, и «Высшее я» довели процедуру рассыпания старой инкарнации до конца. Мы полностью завершили нормально предыдущий инкарнационный цикл, помогли психике освободить место на диском пространстве, подтянули новую инкарнацию и запустили ребенка в жизнь заново. Перезагрузка, как мы это называем. Звучит мистически. И, наверное, вот врачи, которые будут смотреть этот фильм, могут покрутить у виска и сквозь сантазера. Наверное, это было бы фантазией, если бы не произошли те чудеса перемен, если бы душа не собрала нормальную инкарнацию, если бы не ушла агрессия вместе с остатками высшего «я», если бы, если бы, если бы. Жизнь ребенка на самом деле коренным образом изменилась, как изменилась жизнь его мамы. То есть души перепрописали новые сценарии. Потому что карму мамы мы закрыли отдельно, карму папу мы закрыли отдельно. Это отдельные кармические истории. Но вот эта спайка у ребенка, такие случаи бывают редко, но они бывают. Бывает такое, что произошли нарушения в инкарнационном цикле, и тогда жизнь, она будет коротка. Потому что так или иначе, его надо прожить. Иначе у компьютера не хватает места на диске. Просто нет ресурса для жизни. В данном случае, когда ресурс освобожден, жизнь удалась. Прошло два месяца. Мы сидели, не помню, что мы делали. И он говорит, мам, ты прости меня, что я тебе тогда плюнул, когда тот мальчик. Во-первых, прошло куча времени. Во-вторых, ну, в общем, я не ожидала. И, конечно, сразу слезы побежали. Потому что все время, все время какой-то шел прогресс. И агрессии сейчас нет вообще. Очень, очень редко что-то, если несправедливо там что-то вот могут говорить, что-то там, ребят. Мамам, кто волнуется, вот с детками какие-то вопросы. Я хочу сказать из личного опыта, что если ребенку плохо в коллективе, забирайте. Не ждите, как я больше трех лет. Это важно, потому что это и тормозит, и любитие, и восприятие. Если ребенку там плохо, он не может развиваться. Он реально не может. Он просто закрывается. И если есть какие-то проблемы, то можно, можно, или нужно, хотя бы консультанцию, хотя бы поинтересоваться, обратиться к инфодайверам. Потому что это будущее, это свет. И это не просто надежда, это результат. Спасибо вам огромное. Спасибо. Всего доброго. После выхода последнего нашего фильма «Интервью с врачом» мы стали искать на англоязычном пространстве сообщества, которые помогают детям-аутистам, чтобы предложить, соответственно, свою помощь. Каково же было наше удивление, что эти сообщества даже не предполагают выход детей из аута. Они занимаются только социализацией таких детей и подстройкой общества под их потребности. Причина этого в том, что официальная медицина не знает причин возникновения аутизма и тем более не может предложить никакого лечения. Мы же знаем, откуда возникает аутизм и наши методики предполагают выход ребенка из аута. Более 50 детей с прекрасными результатами отличны этому подтверждения. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok